всем доброй ночи итак дорогие друзья я думаю что сегодня еще что-то сниму но очень устала потому что много работы сегодня и поэтому сниму только этот ролик и отдохну потому что видимо сегодня чуть пораньше лягу если получится конечно в любом случае итак у меня есть несколько роликов где я дарю вам шепотки на все случаи жизни да и вниз ролики безмолвная магия есть видеоролик цвета в магии где я учу вас как работать разными цветами и тканями что они себя представляет как помогает и так далее много чего есть что я вам дарила дарю и продолжаю дарить и вот сегодня еще одна новая серия шепотки вам в помощь на разные случаи жизни бывают моменты когда мы так устаём что просто нету сил абсолютно ничего делать и как бы даже сил нет встать что-то начитать себе наберите воду нашепчите над водой 6 раз и выпейте вас прибавится энергия я надеюсь что каждый раз напоминать не нужно что это мои авторские работы и прочее прочее да я так думаю что и так уже понятно если я когда-то выставляла работы других мастеров я говорю что это из той серии из этой серии если это были мои значит мои но в последние уже годы я в принципе выставляю только свои работы и так 6 раз над над стаканом воды и выпить течет река через горы и камни отовсюду силу забирает да ко мне стекает сила с полей гор долин и всей вселенной стекайся в мое тело да будет так и будет правым мое дело заклинаю 6 раз прочитайте там шепотки они это быстрая помощь очень мощная сила если вы не хотите чтобы вас заметили увидели в конце концов если вы в опасности чтобы вас не поймали перейти вот так ладонями хватаете воздух вот так и шепчете как ветер в поле не поймать как воздух в ладони не держать как ураган в клетку не посадить так и меня не ловить не поймать не увидеть не найти заклято скажите это несколько раз и вы обязательно через это испытание пройдете вас даже не заметит проскользнуть и просто мимо и уйдете всякое бывает правда бывают люди которые украшают бывают моменты когда на вас охотятся в конце концов бывают моменты когда вы в опасности чтобы вас не заметили или даже если вы не хотите соседями своими встречаться вот неприятные него от незваного гостя когда вы узнали что к вам едут гости или кость и вам очень хочется те же самые друзья мужа например от которых но не хочется данный момент просто их видеть принимать неохота и голова болит бывают разные случаи станьте возле своих дверей и прошепчите три раза ты не к порогу моему идешь ты словно в гору поднимаешься по лесам шатаешься дорогу путаешь об камни бьешься тебе по кривой идти до моего порога не на не найти не дайте заблудиться и сгинуть ключ замок язык он до вас не дойдет что-то у него случится но не катастрофа не помрет он точно ну что-то там случится например позвонят с работы срочно потребует в общем человек не придет планы поменяются проверено сто раз если вы ночью где-то стоите одни да вам страшно например там поздно возвращаетесь или ждете маршрутку автобус всякие бывают моменты в жизни людей бывают моменты когда людям даже на такси денег не хватает и приходится таким образом перебираться домой скажите для себя несколько раз от трех до семи не одна стою я а посреди войска с доспехами стоят меня защищают опасность от души и тела моего изгоняют их самих не видать но защита видимая и оберег могучий истинно я вас уверяю что и страх пройдет и в скором времени вас оттуда домой соберут или ну или если вы идете по улице да скажем спокойно безопасно дойдете до дома если в лесу заблудились скажите эти слова несколько раз ведьма варвара она фигурирует нескольких моих ритуалов заговоров это дух древней ведьмы они очень много легенд слагают она положительница леса и многие обращались через ее силу к лесным духом для того чтобы выйти из леса благополучно потому что иногда духи леса путают вас водят просто вокруг очень многие были такие моменты когда они вокруг ходили не понимая что прямо вот рядом тропинка вот не видели они так могли сутками ходить и даже не помнить потом где они были что они были пока родня их не разыщет и тому не заберет и так лесные духи именем ведьмы варвары велю вас меня из леса вывести вам сочтется за за мной не заржавеет когда они выведут оставьте что-нибудь или вернитесь потом ближе к этому лесу оставьте откуп на всякий случай если вы часто будете в этом лесу бывать чтобы они с вами подружились они вас выведут очень быстро вы найдете тропу если человек метит на вашу должность ли на вашу работу или например бывает тоже школе да мы считаем что интеллигенты то есть учителя педагоги это самые такие благородные люди на самом деле там такая грызня бывает там такие низкие вещи творят там и журналы прячут друг от друга чего только не делают там там тоже есть свои гнилые люди если вы чувствуете что человек метит на вашу работу и почти получает чтобы ему поверь помешать скажите ему в спину можете в окно смотреть или там проходит мимо да вы спину смотрите и говорите как свиней не летать так и тебе не подняться аминь скажите несколько раз со всей злостью обязательно эта должность вам вернется обратно потому что вы одну истину подкрепили другой истины свинья никогда не будет летать а значит этот человек тоже должен с ней получит и учтите если вы не виноваты если у вас справедливая злость на этого человека если вы идете побеждать в споре в дискуссии или там отчитывает вас чтобы вы вышли из этого победителем перед тем как пойти говорите четыре раза во все стороны света поворачивайтесь и говорить иду как лев среди антилоп один раз рыкну разбегутся второй раз рыкну спрячутся третий раз рыкну моя воля будет аминь вот на все стороны повернулись четыре раз сказали и пошли обязательно будет как вы хотите вы убедите всех их как бы вы не говорили как бы вы не владели речью это не имеет значения вы уже изначально заранее их подчинили своего ли понимаете вы послали некую энергию силу подчинения они уже подготовились к этому внутренне подсознательно вам остается просто прийти и это осуществить вы знаете что я вам скажу это уже конечно не мое изобретение это сказал юлий цезарь когда только начал войну с понтийским царем метридатом но его сын уже сдался и сам лично доставил голову отца то есть он покончил с собой метридата он доставил его голову и сказал что он сдается то есть цезарь только объявил войну только собирался с походом а оттуда ему отправляет кого в метридата и тогда он просто удивился и сказал пришел увидел победил то есть вот отсюда остались эти исторические слова вини види вичи повторите для себя это часто вы знаете это такие сильные слова оказывается но не зря же он на самом деле был великим полководцем и человеком который очень долго не могли ничего сделать с ним в конце убили это убили знаете близкие люди итак дальше если человек вас изводит доводит делает вам больно да не заслуженно с с вами вот ведет себя подло посмотрите в церкови на на купол и говорите 13 раз крест над куполом да на твои дела ляжет аминь ну мало ли что может человек идет милицию на вас пишет заяву вот несправедливо обвиняет может человек несправедливо хочет во что-то отобрать отнять крест на дела это означает перебить все дела человека еще раз говорю крест над куполом да на твои дела ляжет аминь представьте его лицо или назовите его имя если вы справедливо хотите его покарать за его деяние итак если человек овладел тем что принадлежит вам если вы действительно хотите его наказать справедливо если в этой ситуации не виноваты возьмите фотографию человека поставьте на плиту указывает там на электрическую что у вас есть как только начнет вода бурлить кипеть киньте туда его фотографию и говорите столько раз сколько ему лет если вы не знаете скажите 13 раз в кипяток кидайте грешник в аду горит а ты со стыда сгори сказали 13 раз вынули фотографии положите пусть она высушится отнесите на перекресток оставьте там стрелять всю монетами то есть по фотографии положите киньте через левое плечо 13 монет и уйдите в скором времени он на этой новой должности опозориться и вас попросит обратно вернуться но еще раз говорю учтите я вот даю вам уже сильные шепотки да но вы должны быть справедливы вы должны знать что действительно человек несправедливо недостойно в лес и забрал вашу работу если вы не уверены это может обернуться против вас дальше если человек у вас достал довел до того что вы написали заявление ушли с работы или ушли из семьи все что угодно то есть человек вас выживает да хочет вам делать зло намеренно и радуется вашей боли купите черный хлеб отрывая кусками зубами не руками просто кусая говорите шесть раз как хлеб съедаю так черти душу твою обглодают сажрут опустошат да будет так и этот хлеб съешьте очень за короткое время он накажется за свои несправедливые деяния по отношению к вам напомню еще раз если вы уверены что вы не виноваты сядьте подумайте если человек сделал вам больно вы хотите чтобы он извинился положите его фотографии себе под ноги наступите на голову и говорите столько раз сколько вам лет во снах приду в страхах приду в кошмарах тебе приду ужасы тебе принесу духи пеленой глаза твои закроют от мира оторвут в мире страхов укроют в кошмары окунут это будет так через некоторое время постоянно вы будете ему снится мерещится он почувствует чувство вины но если вам очень нужно его извинение то проведите если вы хотите чтобы человек который публично вас обидел публично извинился берите свечу и пока свеча горит обычная восковая свеча 13 раз говорить свеча горит и тает уменьшается а его имя от моей злости маятся горит и кричит покуда прощение не попросит воля моя его не отпустит то будет так и так будет истинно 13 раз и оставляйте свечу догореть потом можете просто выкинуть головные боли перенести на яйцо возьмите яйцо катайте по голове столько раз пока не будет холод в голове не почувствуйте облегчение вот как только у вас жуткие сильные головные боли сделайте это яйцо в руке жизнь в яйце а боль в во мне яйцо передам боль свою жизни в яйце и отдам боль с головы забери с меня убери авракалам амаз хас истинно говорите столько раз пока вот не охладеет голова и боль не утихнет потом отнесите это яйцо оставьте под деревом и черный кусок хлеба рядом положите отверните и уйдите все через некоторое время очень может быть что головные боли вообще пропадут но до того момента надо это делать если у вас дома постоянной ссорой возьмите соль и сахар у порога посыпьте соль потом сверху посыпьте сахар говорите 7 раз и накрывайте там ковриком или чем через некоторое время можете убрать когда ссоры утихнут успокоиться хоть через месяц через там пять дней неважно когда ссоры начнут утихать можете убрать говорите сахар соль перекроет счастье горе перекроет горе на замок закроет как прошу так и сбудется да будет так заклинаю 7 раз если домой пришли люди после которых фонит энергии неприятным ощущением вы хотите избавиться от этого состояния посыпьте соль на все подоконники три дня подряд вот посыпали ночью утром убрали эту соль сохранили где-нибудь там пакете посыпать вот три дня эту соль сыпите говорите и в конце посыпьте какой-нибудь мешочек отнесите на перекресток оставьте с откупом и все и вот эта черная энергетика этих людей из вашего дома уйдет говорите соль черноту забирает мою хату очищает моету все убирает соль соберу черту подарю черт забери с глаз убери моету суету черту в мешок а мне мое благо и добро впрок аминь 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 сто раз аминь проведите через некоторое время вот это состояние вот этот вот фон неприятный после неприятных людей исчезнет удачи вам пользуйтесь на здоровье